Здравствуйте! Эфир продолжает программа события. В студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Не дали карт-бланш. Заведения общепита по-прежнему закрыты для посетителей в ночное время суток из-за эпид-обстановки. Убирают пешеходные дорожки, раскидывают остатки снега и собирают листву с газонов. В Самаре очередной средник. Работы по наведению чистоты идут во всех районах областного центра. Отработали все возможные варианты паводка. В Самаре прошли командно-штабные учения под руководством первого вице-мэра Владимира Василенко. Без кота и жизнь не та. В Самаре отмечают Всероссийский день домашних животных и ищут хвостатым уютный дом и хозяина. Число заболевших коронавирусом в Самарской области продолжает снижаться. Об этом говорили на заседании регионального оперштаба по предупреждению распространения COVID-19, которое провел заместитель председателя правительства Александр Фетисов. Какие решения были приняты в нашем сюжете. Число заболевших коронавирусом в регионе медленно, но неуклонно уменьшается. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора Светлана Архипова на областном оперштабе по предупреждению распространения COVID-19. Наибольшее снижение числа заболевших зафиксировано в возрастных группах детей до года и в возрасте 15 и 17 лет. При этом среди пожилых людей старше 65 лет сохраняется самый высокий показатель. По-прежнему чаще всего болеют медики, учителя и работники сферы услуг. Меньше в области стали болеть парагриппом, аденовирусной инфекцией и ОРВИ. При текущем уровне заболеваемости регион обеспечен лекарствами на длительный период. Все пациенты с COVID-19 на амбулаторном этапе бесплатно получают лекарства, подчеркнул министр здравоохранения региона Армен Бинян. Сейчас развернуто 1380 коек. В стационарах находятся 1100 пациентов с коронавирусом. В структуре пациентов отмечается небольшой прирост пациентов, которые находятся в удовлетворительном состоянии. С одной стороны, это обусловивается проактивной тактикой и превентивной госпитализацией пациентов старше 60 лет, беременных и с хроническими заболеваниями. Недельный прирост охвата вакцинации от коронавируса остается на уровне 10-11 тысяч человек, что недостаточно, отметил министр. Привито 84,5% от плана. Повторную вакцинацию прошли 42% человек. Армен Бинян напомнил, что ревакцинацию рекомендуется проводить через полгода после первичной прививки. В категории риска пожилые жители региона старше 60 лет. Среди них не привиты на данный момент более 185 тысяч человек, что вызывает опасения. Я очень не хотел бы, чтобы те спокойные доклады наших всегда традиционно неспокойных руководителей Потребнадзора, Министерства здравоохранения не действовали успокаивающе. Мы с вами тоже знаем, как картинка может меняться. Коронавирусная повестка должна оставаться в центре работы. И по всем тем рискам, о которых мы говорили, коллеги просьба, все-таки заниматься внимательно. На заседание Оперштаба был вынесен вопрос о возможности ослабить ограничения по работе заведения общепита в ночное время. Однако пока региональный Роспотребнадзор высказался против отмены этой меры. К этому вопросу решили вернуться на следующем заседании. Виктория Шарая, События. Несмотря на спад заболеваемости COVID-19, медики советуют не забывать о том, как обезопасить себя от вируса. Особенно людям пожилого возраста и тем, у кого есть хронические заболевания. Самым надежным способом защиты остается вакцинация. Как она прошла у пожилых жителей Жигулевска и почему пенсионеры охотно делали прививки, расскажем в нашем следующем сюжете. Пенсионерке Антониде Васильевой 80 лет. В молодости она жила на Кузбассе, работала на шахтах. Приехала в Жигулевск в 2001 году. Говорит, очень нравится этот город. Сейчас она полна сил и энергии. Однако, шесть лет назад мучилась от боли в суставах. Все изменилось после того, как начала заниматься скандинавской ходьбой. Не стала ходить скандинавской ходьбой с палками. Сначала, знаете, как коленки болели? Вот по диагонали до магазина не могла дойти. А потом, как с палками стала ходить, ну вот, видите, даже медали получаю. Даже самарских у меня две медали. Антонида Васильева – активная участница спортивных фестивалей и соревнований. Член группы скандинавы «Жигулей». Недавно сдала нормы ГТО. Пропагандирует здоровый образ жизни и посещает группы активного долголетия при комплексном центре социального обслуживания населения. Пандемия коронавируса наложила ограничения на любимое увлечение Антониды Васильевой. Чтобы и дальше наслаждаться скандинавской ходьбой, женщина решила привиться. Первую вакцину сделала в начале прошлого года. Повторно привилась в 2022-м. Все прививаются, думаю, наверное, надо привиться. Я считаю, что я здоровый человек, но если надо привиться, не дай бог, возраста какой же заболеть, могу. Вот и привилась. Ну и не жалею. Министерство здравоохранения напоминает, что повторную вакцинацию рекомендуется проводить через полгода после первичной прививки, либо после перенесенного заболевания. Сейчас наибольшее опасение медиков связано с категорией пожилых людей, тех из них, кто еще не привит. В области это более 185 тысяч пожилых людей старше 60 лет. Чтобы обезопасить себя от тяжелого течения болезни, необходимо привиться. Максим Магомедов, События. Самару продолжают готовить к предстоящему летнему сезону. Сотрудники районных администраций, управляющие компанией и просто неравнодушные самарцы сегодня вновь вышли на традиционный средник по уборке города. Напомню, его проводят еженедельно в рамках месячника по благоустройству. Работы идут во всех внутригородских районах. К примеру, в Октябрьском на уборку вышли более тысячи человек. Они приводили в порядок общественные пространства и дворы. Тему продолжат наши корреспонденты. В доме на улице Гаражной Екатерина Остапенко проживает больше 20 лет. Рассказывает, каждый год с наступлением весны вместе с соседями выходят убирать территорию во дворе. Этот сезон не стал исключением. Хочется как можно быстрее навести порядок, чтобы начать засаживать клумбы цветами, отмечает женщина. Сначала убирают детские площадки, а уже после переходят к любимым полисадникам. Как раз весна самая тает, самая грязь все, листва, которые упали, ее надо убрать. И хочется чистоты. Вышел, чтобы было чисто. Все зависит от нас. Двор на улице Гаражной не всегда был таким опрятным, вспоминают жители. Он изменился в 2020 году после благоустройства, которое прошло в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. В первую очередь это проведены были асфальтовые работы, то есть организовано асфальтовое покрытие проезда вдоль дома, устроена парковочная площадка. Помимо этого детская площадка, озеленение, посев газонов. Особенно важно наводить порядок на таких обновленных территориях, чтобы сохранить презентабельный вид, отмечают специалисты. Для этого в Самаре во время месячника по благоустройству проводят не только субботники, но и средники. Сегодня в нем только на территории Октябрьского района приняли участие свыше тысячи человек. Это сотрудники районной администрации, профильных ведомств, управляющие компанией и, конечно же, неравнодушные самарцы. В первую очередь ворошат залежавшийся снег, чтобы он быстрее растаял, собирают мусор, убирают газоны, ремонтируют и подкрашивают лавочки, урны, ограждения и малые архитектурные формы на детских площадках. За необходимым инвентарем жители обратились к своим домоуправленцам. Это, кстати, может сделать каждый желающий помочь с уборкой города. Михаил Ермоленко, Максим Гусев, События. Связь с поколением. В сквере на пересечении улиц Куйбышева и Пионерской тоже прошел средник. Акцию приурочили к столетию пионерии. Юбилей общественной организации отметит в мае, но ветераны пионерского и комсомольского движений готовятся уже сейчас. Подробности в нашем сюжете. К труду всегда готовы. В прошлом пионеры и комсомольцы сегодня наставники. Самарские общественники провели средник в центре города. Этой весной пионерское движение отмечает 100 лет со дня основания. Поэтому акцию по наведению чистоты приурочили к юбилею Всесоюзной пионерской организации имени Ленина. Это старт к 100-летию пионерии. Когда те, кто работал с молодежью, вожатые, те, кто в комсомоле работал, с пионерией, они сегодня вышли, чтобы и самим вспомнить все это, ну и сегодняшним детям показать, вот так мы жили, вот так работали. У нас есть, что передать и вдохновить ребят на помощь своему городу, области, стране. Ведь все, что мы делаем, мы делаем для того, чтобы людям лучше жилось. Для того, чтобы, ну, наверное, радостнее люди видели. Вот видите, мимо проходят сейчас люди и готовы присоединиться к нашему мероприятию. К уборке в сквере присоединились активные жители соседних домов. Вместе собирают прошлогоднюю листву, сухие ветки, накопившиеся под снегом мусор. Помощь оказывает администрация Самарского района. Всех участников Средника обеспечили необходимым инвентарем. Надо делать, чтобы вокруг нас было чисто, уютно, красиво. По-моему, это нормально. На подмогу старшему поколению пришла и молодежь, студенты педагогического вуза. Сразу после занятий взялись за метлые грабли. Нужно помогать, потому что только старшее поколение здесь не должно трудиться. Нужно помогать, облагораживать места, памятники, скверы. Напомним, что присоединиться к уборке города могут все желающие. Впереди еще два средника и два масштабных субботника. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов. События. Готовят к летнему сезону и Самарскую набережную. Утро на второй очереди началось сновидение чистоты. Какую работу проделали городские службы, увидел Максим Магомедов. В рамках проведения месячника по благоустройству в порядок после зимы приводят и Самарскую набережную. Сегодня с раннего утра усилия обслуживающих ее работников сконцентрированы на второй очереди. От бассейна ЦСКА до Первомайского спуска. Самарская набережная – одна из самых длинных в европейской части России. Поэтому у специалистов много забот. Охватить прежде всего нужно почти 300 тысяч квадратных метров территории. Такую площадь на всех очередях занимают только тротуары и пешеходные дорожки. А еще предстоит побелить деревья, покрасить урны и скамейки. В конце апреля специалисты начнут высаживать цветы. На газонах уже дали всходы тюльпаны, которые посадили прошлой осенью. В данный момент это идет рыхление оставшегося снега в газонах и цветниках. То есть подготовка цветников к посадке цветов. То есть идет прочесывание газонов. Но это по мере, так скажем, просыхания самих газонов. Осуществляется мойка дорожек пешеходных, подметание механизированное. Грязь с пешеходных дорожек сметают специальной техникой с бункерной щеткой, а смывают пыль автобойлерами. К новому сезону в распоряжение сотрудников муниципального предприятия «Самарская набережная» поступила поливочно-моечная комбинированная машина. Иногда при необходимости используют не просто воду, но и специальное средство для мойки дорог. Максим Петри Леонис за рулем уже пять лет. Рабочий день у него начинается в шесть утра. Но ранний подъем Максима не смущает. Говорит, любит свою работу за то, что есть возможность быть на свежем воздухе на берегу Волги. На помывку ходят в среднем где-то пять машин. Моем рано утром, чтобы не мешать людям гулять. С зимы остается очень много песка, когда лед просыпает. Приходит все смывать, вымывать. Днем у нас не помывка уже, а идет полив цветов. Так, разные работы по благоустройству. Работу сотрудников набережной оценивают жители города. Олег Кобелянов любит спорт. Чередует занятия плаванием, сбегом и велосипедными прогулками. Говорит, Самарская набережная отлично подходит для занятия спортом в любое время года. Здесь, во-первых, всегда свежий воздух. Это раз. Во-вторых, здесь всегда интересно, потому что меняется погода, меняется ветер. От ветра зависит, какую сторону. Начинаете бежать, то в одну, то в другую. Здесь шикарно. Вот сейчас особенно помыли, все, то есть нету пыли. Удаленность от дороги, свежий воздух, просто кайф. Кроме мойки дорожек, следят за чистотой и тротуаров вдоль Волжского проспекта. Они тоже входят в обслуживание Самарской набережной. Спектр сезонных работ широк. Ограждение катка, которое работал зимой, демонтировали и в ближайшее время вывезут на склад. Специалисты планируют также приводить в порядок скульптурные композиции и заняться мелким ремонтом элементов благоустройства. При наведении порядка в городе внимание уделяют и такой важной инфраструктурной детали, как остановочные павильоны. Подробнее в сюжете Ольги Волковой. Чисто и красиво. В рамках месячника по благоустройству город продолжают приводить в порядок. Среди актуальных сезонных работ – помывка и очистка остановочных павильонов. Всего в оперативном управлении учреждения находится 406 остановочных павильонов. Каждый остановочный павильон в месяц омывается по два раза. Очистка от объявлений – полная помывка. Ежедневно на очистку и помывку остановочных павильонов выходит по пять бригад. В каждой по два-три человека. В зависимости от степени загрязнения выходит от 15 до 30 минут. Приезжаем на остановку, обливаем ее водой, начинаем снимать объявления и большие загрязнения с помощью скрепка. Потом обливаем еще раз водой и уже протираем начисто. В день бригады справляются с уборкой около 30 городских остановок. Горожане отметили важность выполнения данного вида работ. Ведь в чистом павильоне ожидать общественный транспорт стало гораздо комфортнее. Ну, больше чистоты стало. Снег быстро убрали. Все любят чистоту. Поэтому нужно каждому следить за собой и за своими окружающими, для того, чтобы кругом было чисто. Власти призывают жителей Самары бережно относиться к общегородскому имуществу. А также приглашают принять участие в субботниках, оказывая помощь в уборке городских территорий. Ольга Волкова, Николай Епифанов. События. К большой воде готовы. В Самаре прошла командно-штабная тренировка муниципальных и спасательных служб, а также заседание городской противопаводковой комиссии. Специалисты посмотрели, как организована работа пункта временного размещения жителей, как составлены планы движения техники, а также определили, каким районам больше других угрожает весеннее половодье. Подробнее в репортаже нашей съемочной группы. Несмотря на снежную зиму, в этом году в Самаре ожидается спокойный паводок, уровень которого не будет превышать нормальных значений. Но даже в таком случае некоторые низинные территории города будут подтоплены. Такие участки есть в Красноглинском, Кировском и Куйбышевском районах. В последнем сегодня и собрались муниципальные службы, чтобы проверить готовность к ежегодному природному явлению и еще раз отработать вопросы оповещения и эвакуации населения, развертывания водооткачивающих средств и защиты объектов коммунальной социальной инфраструктуры. Прогноз на сегодняшний или на сегодняшний половодье, его регулируется федеральным центром, мы ориентированы на отметку 32,5 в данной ситуации. Если говорить штатная или не штатная ситуация, но по этой отметке мы всегда работаем. И почему проводили тренировку в Куйбышевском районе, потому что до подтопления здесь на 80, будем 90 процентов, это частный сектор, который при этой отметке будет подтопываться. Само заседание штаба по организации работы в условиях паводка прошло в школе номер 57, которая, в случае необходимости, приютит на время жителей подтопленных районов. Участники встречи обсудили вопросы расселения людей, а также посмотрели, как обустроен пункт временного размещения. На входе проверяют документы и состояние здоровья. В кабинетах развернуты спальные места. Отдельные комнаты есть для родителей с маленькими детьми. Для временных переселенцев доступны медпункт и столовая на 300 мест, где организовано питание и выдача сухого пайка. Всем у нас обеспечены ложки такого качества, такая посуда или и тому подобное. На 300 человек мы обеспечиваем питание. Вот это? Да, конкретно в этом зале. Обсудили участники встречи и схемы движения транспорта. В районе организовано несколько остановочных пунктов, откуда жители заберут автобусы. Все маршруты к пунктам временного размещения составили, учитывая разный уровень разлива рек. 12 пунктов определены, мы привели сюда. А потом, ведь есть еще ПВРы, которые не здесь, те, которые везете, вы их... Все-все обвезли, но все мы ездим. Кровь и маршруты. Свою подготовку показало и Управление гражданской защиты. Они продемонстрировали работу передвижного пункта управления главы города. В машине установлена система видеонаблюдения, которая передает сигнал с места происшествия сразу в штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации. Выехала оперативная группа сюда. Глава находится у нас в Управлении гражданской защиты, где развернут штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации. И там она на экране видит картинку отсюда. Куда выехала машина? А специалисты городского поисково-спасательного отряда представили все необходимое оборудование, снаряжение и технику, которые будут задействованы в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События. В целом по Самарской области паводок угрожает 61 населенному пункту. Однако сотрудники МЧС и гидрометцентра заверили, ситуация под контролем. Пик половодий наступил, и массового подтопления не предвидится. О чем еще рассказали специалисты в нашем материале. По оценкам специалистов, половодие в этом году проходит на удивление спокойно. И это при том, что количество зимних осадков в некоторых районах Самарской области побило все рекорды. Практически на всех малых реках региона завершилось половодье. Подъемы уровня воды остались только на Большом Черемшане, на реках Чиграя и Большой Иргиз. Одной из причин спокойного половодья специалисты назвали глубину промерзания почвы. В этом году глубина промерзания была очень незначительная. Она была в 2,5 раза меньше, чем в прошлом году. Поэтому большая часть талой воды пропиталась почвой. И это хорошо и для, ну скажем, половодья, прохождение половодья, и уже перспектива для сельского хозяйства. Из 61 населенного пункта Самарской области подтопило два. Как отметили представители МЧС региона, это говорит о хорошей подготовке, которую начали еще в январе. Вовремя расчистили водопропускные трубы, а также установили специальные насосы, активно откачивающие воду. Даже в населенных пунктах, в которых произошло подтопление, уровень воды значительно снизился уже на следующий день. Для примера, 4 года назад, в 2018 году, когда происходило такое же событие в Нижнем Санчелеево, мы практически неделю работали над тем, чтобы сошла вода с населенного пункта. Также специалисты рассказали о том, какой уровень пожароопасности ожидает житель региона в ближайшее время. Уже сейчас в Самарской области действует третий класс опасности. Только за последние сутки в семи муниципальных районах произошло семь природных пожаров, поэтому с 15 апреля на территорию губернии будет действовать особый противопожарный режим. Запрещается сжигать мусор, сухую траву, ветки и другую растительность вблизи лесов. Касается правила и дачных участков. По статистике МЧС, от пожаров, возникших таким путем, весной в среднем страдают от 10 до 15 дачных домов. Ольга Павлова, Михаил Ермоленко. События. Далее коротко о других событиях этого дня. Более 85 тысяч жителей региона за три месяца прошли диспансеризацию. В поликлиниках Самарской области продолжается проведение профилактических осмотров, в том числе для пациентов, переболевших COVID-19. Об этом сообщили в региональном правительстве. По данным специалистов, во время диспансеризации у жителей региона впервые были выявлены сахарный диабет, болезни системы кровообращения, органов дыхания, в том числе в случае хронической абструктивной болезни легких, а также болезни органов пищеварения. Почти у 4 тысяч человек выявили высокий или очень высокий суммарный сердечно-сосудистый риск. Напомним, профилактический медицинский осмотр для граждан в возрасте от 18 до 39 лет проводят один раз в три года, в возрасте от 40 лет и старше ежегодно. В Самарской области нуждающимся детям будут ежемесячно выплачивать по 5 тысяч 769 рублей. Законопроект, который направлен на реализацию указа президента Владимира Путина, рассмотрят в Самарской губернской думе. Получателями станут нуждающиеся в социальной поддержке граждане России в возрасте от 8 до 18 лет. При этом среднедушевой ежемесячный доход семьи с ребенком должен быть ниже прожиточного минимума. В законопроекте имеется интересный нюанс. Если среднедушевой доход в семье окажется ниже прожиточного минимума, даже после получения выплаты, то ее размер должен быть увеличен до 8 653 рублей. Если не поможет и эта мера, то до 11 538 рублей. Пробный рейс маршрута номер 127 Самара-Новокуйбышевск запустят 15 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Новокуйбышевска. С 15 по 21 апреля на пробных рейсах маршрута 127 в 21.30 будет проводиться анализ пассажира потока из Самары с фото и видео фиксацией наполняемости автобусов, а также прибывших в Новокуйбышевск, говорится в сообщении. Напомним, в декабре прошлого года этот рейс отменили из-за низкого пассажира потока, но уже в марте вечерние рейсы из Самары в Новокуйбышевск вернули обратно. День домашних животных Там он полгода проходил адаптацию, после чего отправился в Котейню. Каждый день хвостатых навещают самарцы и дарят им необходимое внимание, любовь и ласку, а они, конечно же, отвечают взаимностью. Яна Николаева с детства мечтала стать ветеринаром, всегда помогала уличным животным, но получилось так, что на некоторое время связала свою жизнь с рекламой и продажами. Год назад девушка решила круто изменить свою жизнь, и на поводу у детской мечты отправилась в приют, стала его сотрудником и сотрудником Котейни. О своем выборе ни разу не пожалела. В день навестить котиков могут до ста человек. Но самое главное достоинство такого общения – самарцы могут поближе познакомиться с животными и подарить им семью. В осенне-зимний период забирают животных больше. Связано, скорее всего, это с тем, что люди возвращаются из отпусков, и на улице все же холодно, хочется тепла, уюта и теплых котов. Забрать котиков домой можно только после успешного пройденного собеседования с работниками приюта. Еще одно обязательное условие – быть старше 21 года. Чтобы убедиться, что с животным все в порядке, первое время сотрудники просят присылать им фото и видео, а также кошачьи и приветы хвостатых из уже родного дома. Ольга Павлова, Мария Левина, Сергей Баскин. События. Эксклюзивный проект телеканала «Самара ГИС». Обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. Городской департамент образования в своем телеграм-канале приглашает принять участие в конкурсе «Песни родной земли». Испытать свои силы и показать вокальные данные смогут воспитанники детских школ искусств, музыкальных хоровых школ, эстетических отделений центров дополнительного образования и общеобразовательных учреждений. К участию допускаются дети в возрасте от 7 до 18 лет. Слушая Шостаковича или с композитором по улицам Куйбышева, в телеграм-канале Департамента культуры и молодежной политики приглашают желающих пройти пешеходным экскурсионным маршрутом по знаменательным местам города. И в год 80-летия первого исполнения знаменитой седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича по-новому прикоснутся к жизни и творчеству композитора. Экскурсии бесплатно проводят волонтеры проекта. В будние дни, вторник и четверг в 12 и 18 часов, по субботам в 12 и 14 часов. Предварительная запись по телефону 333-30-11. Глава Ленинского внутригородского района Елена Бондаренко в своем телеграм-канале рассказала, как получить ежемесячное пособие на детей, какие документы потребуются для его оформления. Необходимы заявления о назначении пособия, документы, удостоверяющие личность, справка с местожительства о составе семьи, о доходах, трудовые книжки для неработающих родителей, а также справки из органов соцзащиты и учебного заведения ребенка. Глава района напомнила, чтобы получить пособие, необходимо обратиться в орган соцзащиты населения по месту жительства. За новостями в телеграм-канале Самара ГИС ежедневно следят более 2000 пользователей. Подписывайтесь на нас, чтобы в числе первых узнавать о главных событиях в Самаре и регионе. А на этом наш выпуск завершен. Продолжайте читать наши новости и на официальном сайте Самара ГИС, на страничках в Одноклассниках и во Вконтакте. О выпуске новостей смотрите на платформе Рутюб. Всего доброго, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok